Это полотно 14-летний Норик Мусаян начал больше двух лет назад. Юный художник точно повторяет технику своего кумира Леонардо да Винчи, а она требует времени и усердия. Здесь нанесено более 30 слоев. Я эту картину очень пишу достаточно долго, и нанеся примерно 2-3 слоя, я оставляю ее высыхать на неделю, после чего начинаю то же самое работать, и воссоздается ее образ. Мальчик с удовольствием копирует полотна великих художников, особенно итальянских, эпохи Возрождения. Еще в 8 лет он нарисовал сикстинскую Мадонну Рафаэля. А началось все с портрета бабушки. Его в семье особенно любят и берегут. Рисунок уже побывал на многих выставках. Талант художника-самоучки родные заметили и поддержали. Больше 20 работ у него набралось. Я вот эти все его работы взяла, отвезла в Министерство культуры Самарской области. Там посмотрели его работы, и без экзаменов в Министерство культуры Самарской области его зачислил как бы в первый класс сразу. Художественную школу Норик окончил с отличием, и сейчас в его коллекции почти 100 картин. Это не считая эскизов и черновиков. Он пишет много портретов. Есть даже портрет Путина и Шойгу. Занимает места на конкурсах, провел 4 персональные выставки. Талантливый художник оказался успешным еще и в спорте и музыке. Если достать все награды мальчика за картины, дзюдо и игру на скрипке, они занимают всю комнату. И все же любимое занятие Норика – живопись. С ней он свяжет и будущую профессию, хочет учиться на архитектора. Первый собственный проект уже готов. Здесь я спроектировал музей. Это полностью моя задумка. Здесь изображен музей двухэтажный, в котором я спираюсь в дальнейшем спроектировать, построить. В этом году достижения Норика Мусаяна отметили на уровне страны. Его имя занесли в энциклопедию «Одаренные дети России». Теперь он может поступить на бюджет в любой вуз Москвы. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.